Здравствуйте, друзья мои! На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Каково христианское понимание успешного человека? Надо сказать, что «успешный человек» — это предельно нехристианская формулировка, потому что у нас нету такого ориентира, нету такой, если хотите, ценности в нашем тезаурусе, в нашем лексиконе христианском, такого понимания как «успех». Его не существует, но мы видим, что оно привносится совне, потому что совершенно очевидно на глазах вырастает религия успешного человека. Человека успешного, продуктивного, который должен строить свою карьеру, добиваться поставленных целей. Но христианин ведь исходит из совсем других предпосылок. Во-первых, кто мы такие? Мы люди, которые ходят перед очами Божиими. Мы люди, которые каждое утро в молитве «Отче наш» просят Господа, чтобы Он научил нас жить по Его воле. А что такое жить по Его воле? Это, во-первых, смирение перед волей Божией. Невозможно жить по воле Божией, если ты не смиряешься перед волей Божией, если ты не покорствуешь Господу. Для современного человека это звучит несколько дико, потому что мы свободные люди. Перед кем это еще я должен преклонять колено? С кем это еще я должен считаться? Если свобода, так уже свобода ото всех. Но ведь вспомните, как Господь, отвечая на вопрос богатого юноши о заповедях, говорит, что самая первая заповедь – возлюбить Господа. Именно Господа. Всем сердцем, всей душой, всем помышлением. А вторая уже заповедь – подобно ей, возлюбить ближнего своего, как самого себя. Вот у нас сейчас, даже в христианском мире, произошел небольшой переворот. Если хотите, некоторая этическая духовная революция. Мы переставили местами эти заповеди. Даже самые лучшие из нас, те, кто занимаются благотворительностью, даже позволю себе такое выражение, как христианский активизм. Да, нужно заниматься ближним, нужно помогать, перестраивать бедных детей. Это очень важно. Но это имеет смысл для христианина, если первая заповедь остается первой. Возлюби Господа. Возлюби Господа. И покорствуй Его воле. Что это значит? Это значит, что христианин принимает, по крайней мере, те вещи, которые даны ему без его спроса. Например, я не выбирал день своего рождения. Меня никто не спрашивал. Меня никто не спрашивал, каких родителей я предпочту. Может быть, мне бы хотелось родиться в Англии, в замке герцога Мальбора, чтобы у меня было обеспеченное детство. У меня было пони. И я обучался в Итонской школе, а потом поступил в Оксфордский университет, и у меня было место в парламенте, как у потомственного лорда. Я бы так хотел. Но я родился на Сельмаше, в городе Гомеле, в семье простых рабочих. Родился я в XX веке, а не в XVIII или в XVIII. Меня никто не спрашивал об этом. Я часть этого родового дерева. И как часть этого родового дерева я вобрал в себя всю биографию своего рода с хорошим и плохим, с ошибками моих предков, со страстями и пороками, которые они внесли в биографию своего рода. И то, что переходит потом ко мне как привычка, например, как склонность к каким-то болезням, также и склонность к каким-то грехам. Незавершенные дела этих людей. Также и те святые люди, которые были в нашем роду, они тоже часть меня, часть моей биографии. И это я не выбирал. Это то, что мне Господь дал. И дальше что меня ждёт, как человека, родившегося в определённое время, в определённом месте от определённых родителей? Я не выбираю день своей кончины. Мне как-то спросили, как бы вы хотели умереть, отец Савва? Я сказал, вовремя. Потому что Господь определил каждому, когда ему нужно умереть. Кто-то умирает в молодые годы, кто-то живёт, как моя прабабушка, сто лет. И это тоже воля Божья. И мы это тоже должны принять. Но моя прабабушка прожила сто лет, родившись в 1892 году, в состоятельной семье. И когда она вышла замуж, у неё была скромная квартирка в Могилёве из шести комнат на двоих. И отдельная комната была у неё отведена для цветов. А потом случилась революция, и она всё потеряла. А потом, до этого ещё была Первая империалистическая война, которая так перемешала население Белоруссии, так всё усложнило. И, в общем-то, стала предпосылкой для Октябрьской революции, а потом Гражданской войны. И через всё это моя прабабушка со своими детьми прошла. У неё было шестеро детей. А когда фашисты пришли в город Гомель, её старший сын Владимир пошёл воевать с врагом. Он погиб под Варшавой. Младший сын, которого она очень любила, Миша, был расстрелян у неё на глазах, потому что он был гомельский подпольщик. Могла ли она, девочка, которая родилась в приличной семье в городе Гомеле, подумать, что когда-то у неё на глазах расстреляют её любимого сына, молоденького юношу, который пошёл в подпольщики. И она со слезами на глазах ночью будет воровать тело собственного сына под лай немецких овчарок, и ночью, чтобы никто не видел, хоронить собственными руками его в могиле своего отца. Могла ли она подумать, что она в возрасте около 40 лет потеряет не только своего сына, но и своего мужа, кормильца? А потом ещё полжизни она прожила без своего мужа и без своих любимых детей, хотя остальные дети вернулись с войны. И она умрёт, увидев своих правнуков совершенно в новом государстве. Она родилась в Российской империи, прожила потом жизнь в Советском Союзе и умерла уже в Республике Беларусь, в суверенном государстве. Но это её судьба. Это то, что Господь доверил ей пройти. И вот каждый из нас, осмысляя свою жизнь, должен исходить из этих простых вещей. Про успех вы говорите, или продуктивность, про всё что угодно. Но если вы исходите не из смирения перед лицом Божиим, всё это сыпется, всё это не имеет никакого смысла. Вы просто погнались за модной идейкой, модным фантомом. Христианин на самом деле всегда исходит из смирения, из покорности воли Божьей, из-за того, что он ходит перед очами Божьими, из-за того, что раз Господь мне назначил пройти через вещи неприятные, Ну, кому приятно, когда умирает ребёнок? Кто хочет, кто вообще может представить, что я буду хоронить своего ребёнка? Вспомните строчки Анны Ахматовой, которые можно было бы поставить эпиграфом ко всей её жизни. «Рассказать бы тебе на смешнице и любимице всех друзей, царско-сельской весёлой грешнице, что случится с жизнью твоей, как трёхсотая с передачью под крестцами будешь стоять и свою слезою горячую новогодний лёд прожигать». Ведь это была успешная женщина. Она была душой компании, причём общаться с Анной Ахматовой или с Гумилёвым считалось честью и привилегией, которые немногие поэты Серебряного века заслуживали. И потом случаются революции, гражданская война. Потом 30-е годы, жуткие, тяжёлые. Великая Отечественная война, когда про Ахматову снова вспомнили, но она уже похоронила своего мужа. Сын оказался в тюрьме. А потом случился процесс, связанный с речью Жданова вокруг журналов «Звезда» и «Ленинград», после которого началась жуткая травля Анны Андреевны Ахматовой. Могла ли она тогда, царско-сельская весёлая грешница, предположить, что жизнь повернётся таким образом, что она, любимица Модильяне, муза Гумилёва и королева всех поэтических салонов России, будет побираться, будет стоять в очереди с передачей к своему сыну, будет оплакивать своего мужа. Но это её судьба, которую Господь доверил ей пройти. И она с покорностью и смирением это принимала из рук Божиих, как христианка, потому что Анна Ахматова была верующим человеком, церковным человеком по-настоящему. О чём свидетельствуют её стихи? Это был глубокий, молитвенный христианин, думающий человек. Который умел принимать свою судьбу из рук Божьих с последней покорностью и смирением, с доверием. Если вам не нравятся слова покорность или смирение, можно сказать, это было доверие, глубокое доверие. Господь нам доверяет пройти свой путь и своё служение, и мы должны доверять Господу, самому выбрать, куда нам следовать. А уж все прочие вещи, которые надстраиваются на фундаменте смирения и послушания Господу, это уже то, что можно корректировать каким угодно образом. Самое главное не в угоду моде, самое главное не под клёкот наших коучей, психологов и прочих модных телевизионных персон, а под благословение и тихие советы наших великих мудрецов, святых отцов, русских философов и русских поэтов и писателей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok